Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии не только этой недели, но и всего 2016 года. Думаю, что не будем сейчас растекаться по древу, подводя итоги, соответственно, того, что было я. Полагаю, что у нас еще предостаточно будет времени до этого, в 2017 году, чтобы поговорить про основные макроэкономические события. В целом, учитывая то, что завтра Новый год, вообще даже не хочется говорить уже о финансовых площадках, я думаю, что многие меня в этом смысле поймут. Но есть задача, эта задача касается быть в курсе всего, что происходит, и не забывать о важности фундаментального анализа и, скажем, необходимости отслеживания всего информационного фона даже на низколиквидном, тонком рынке. Поэтому в связи с этим, даже несмотря на праздничное настроение, несмотря на такую близость Нового года, давайте мы сегодня не будем отходить от нашего привычного сценария. И еще раз, последний, в этом году пробежимся по основному набору тех финансовых активов, за которыми мы с вами следили вот столь продолжительное время. Хочу сразу воспользоваться возможностью сделать низкий поклон всем тем, кто был лично со мной в ходе этих брифингов на протяжении всего года. Огромное вам спасибо, ваша обратная связь, ваши лайки, они имеют очень большое значение, как я всегда об этом говорил. Я надеюсь, что 2017 год у нас будет еще более интересным. Полагаю, что форс-мажоров хватит также, мы постараемся к ним быть максимально готовыми. А первые, скажем, форс-мажоры, которые, в принципе, уже можно обсуждать, даже не в порядке того, что что-то внезапное случится. Нет, есть серьезные такие инфособытия, к которым уже можно готовиться, и мы, собственно, это начнем делать прямо с начала 2017 года. Это начиная от реализации дорожной карты, связанной с Брэйзитом, кончая политической темы и выборов в ряде регионов Европейского Союза. И все это еще будет венчаться соответствующим мега жестким подтекстом со стороны ФРС, который уже дал понятие о том, что курс ужесточения политики, нормализации денежно-кредитного вектора через повышение процентной ставки будет продолжен. Мы еще не знаем, к чему, к каким последствиям приведет президентство Трампа, потому что сможем получить более-менее объективные, или хотя сначала предварительные выводы, сделайте только вот под закрытие первого квартала 2017 года. Но я думаю, что то ли еще будет, потому что уже достаточно посмотреть, каким последствиям привело, в принципе, его победа. Это надо Хиллари Клинтон. И, в принципе, об этом мы давайте раз сейчас поговорим, когда коснемся пары доллар-японской. Ну, начнем мы с нефти. Клоус вчерашнего дня 56.83, сейчас актив торгуется на отметке 57.08. Но никак не хотят медведи все-таки вступать в игру. Возможно, уже смирились с участью того, что год будет закрыт на стороне быков. Потому что выходит статистика, которой мы давно не видели в плане позитива для нашей короткой идеи. И эта статистика полностью, тотально, напрочь игнорируется всеми трейдерами. О какой статистике я говорю? Конечно же, запасы нефти США. Сначала у нас была оценка Американского института нефти АПИД. Там неплохо, подросли больше, чем на 4 миллиона баррелей. Вчера официальные цифры от Минэнерго. И здесь также прирост 0,6 миллиона баррелей за прошлую неделю. Против прогноза, между прочим, сокращения на минус 2,06. Я очень рад тому, что нам удалось с вами верно оценить последние недели уходящего 2016 года касательно статистики тех данных, которые мы с вами увидели. И вот, пожалуйста, еще один такой исторический прецедент. То, что позволяет нам накапливать факты. Я думаю, что в следующем году, под закрытием уже 2017, это правда, очень еще не скоро. Но мы сможем руководствоваться уже тенденцией того, что замыкается год фактом низкой загрузкой нефтепоработающих заводов и, соответственно, статистикой по росту запасов. Но, к сожалению, пока это, безусловно, негативный момент. Статистика не хочет отыгрываться через снижение нефти. Я допускаю то, что при таких же стараниях быков, сегодняшний отчет Беккер Хьюз, который будет замыкать торговую сессию, непременно мы увидим рост числа терминалов. Последняя цифра 50, точнее 523, сейчас мы можем увидеть даже 530. Но, опять же, будет ли это сигналом для разворота нефти до конца этого года, это большой вопрос. Я все-таки думаю, что последние торговые дни нам явно доказали то, что трейдеры хотят на вот этой оптимистичной ноте в связи с ожиданиями реализации договоренности ОПЕК завершить этот длинный календарный период. Но тем лучше для более, скажем, серьезного интенсивного снижения в дальнейшем. Потому что все эти события, пусть и с временным лагом, с отложенным эффектом, но будут отыграны на рынке. И я надеюсь, что это произойдет уже прямо на следующей неделе, когда мы с вами вернемся к анализу всего, что происходит на финансовых площадках. То есть у нас будет с вами аргумент отыграть еще рост запасов и роста числа терминалов. Потому что это как раз и есть сигнал, указывающий на то, что не стоит так надеяться и искренне верить, что в 2017 году на рынке энергоресурсов, исходя из соглашения ОПЕК, удастся достигнуть баланса между способными предложениями. Я надеюсь, что мы с вами продолжим продавать нефть. И под закрытие этого года я даже попробую рискнуть, чтобы получить максимум профита в случае коррекции. И прямо после брифинга размещу в окружный ордер sell stop с отметки 56, соответственно 60. Я думаю, что в случае снижения, соответственно, к этому рубежу, касания этой планки, мы сможем прокатиться ниже уже на следующей неделе. Но будут держать вас в курсе того, что происходит с нефтью, да и вы сами без меня прекрасно видите на своих терминалах. Рубль 61.13 сейчас котировки. Я думаю, что волатильность, конечно же, еще на премаркете была значительная. Может быть, ей не стоит сейчас верить. Возможно, то, что мы сегодня будем наблюдать в случае, конечно же, снижения цен на нефть, давление на курсы российского валютного актива. Еще очень болезненная тема, буквально с ночи, которая сейчас будет обсуждаться рынком, это санкции со стороны США в адрес России. Все ответные санкции России в адрес США, то есть очередной виток напряженности такого политического характера. Ну и, конечно же, логично сделать вывод о том, что явно рубль от этого не будет бодрее. То есть это негативный фактор совершенно очевидный, который обостряет ситуацию отношения с Соединенными Штатами Америки. И, может быть, если уж не снижение цен на нефть, который мы пока не видим, то, по крайней мере, эта тема сможет указать рублю на более оправданные для него и, на мой взгляд, более предсказуемые ценовые ориентиры, которые предполагают все-таки ослабление. Девальвацию выше 62. Я думаю, что к 62 при оптимистичном сценарии, который я обозначил, мы сможем добраться в рамках сегодняшнего дня. Что касается других активов, доллар и японская иена не будем так же затягивать. В целом я хочу сказать то, что то снижение, которое мы с вами наблюдали в среду по этой валютной паре, было активно подхвачено в четверг. В частности, коррекция составила практически фигуру. Сейчас USD иена торгуются на отметке 116.80, но я думаю, что мы сможем просесть еще сильнее. Поскольку доллар сейчас активно реагирует на факт снижения доходности американских трежерис, они, между прочим, торгуются 10-летки и 2-летки сейчас на минимальном уровне за последние 2 недели. Параллельно падает индекс доллара, который сейчас также переписывает недельный минимум. У нас есть статистика по рынку недвижимости, о которой мы с вами говорили вчера, минимальные значения по продажам за последний год. Но я думаю, что здесь, возможно, слишком чрезмерно чувствительные трейдеры сделали не совсем правильный вывод. Если увидели в этом один сплошной негатив и решили то, что сектор затухает. Ни в коем случае. Напротив, я не сомневаюсь в том, что в первом квартале мы будем лицезреть воочию бум спроса на недвижимость, потому что все будущие потенциальные ипотечники прекрасно понимают то, что повышение ставок будет продолжаться, поэтому нужно хватать эти кредитные условия, которые сейчас предоставляются со стороны банков на более лояльных условиях. Позитивный фактор для рынка недвижимости, конечно же, позитивный фактор для доллара. Поэтому с 2017 года, с первых торговых сессий, мы с вами тут же первым делом найдем уровни, с которых следует снова покупать пару доллара японская иена. Поскольку доллар все-таки снижается, я даже допускаю тот факт, что сегодня USD-йена сможет даже добраться до поддержки 116. Нужно прекрасно понимать то, что рисковые активы от этого, безусловно, будут выигрывать, потому что давно у них не было такой поддержки, а в целом евро и фунт уже растут. Между прочим, европейская валюта торгуется на отметке 1.05.31, хотя вы все могли заметить тот импульс, который показала валютная пара на сегодняшней азиатской сессии, вплоть до отметки 1.06.53, откуда и пошла коррекция. В целом, каких-либо серьезных фундаментальных событий, которыми можно оправдать такое движение, на рынке не было. Поэтому мы с вами давайте будем руководствоваться следующим определением. Рынок тонкий, низколиквидный, безусловно, и такое состояние рынка подразумевает возможность появления резких однонаправленных движений. Поскольку концентрация и скопление ордеров незначительная, понятно, что у цены, по сути, нет сопротивления на движение, как в исходящем плане, так и в нисходящем. Значит, появился фактор, который толкнул европейскую валюту повыше, но не позволяйте, как я люблю повторять, вот этим ложным выпадом вести в вас заблуждение в плане того, что европейская валюта почти оклемалась и пойдет на более высокие ценовые значения. Ни в коем случае. Поскольку доминирующей на рынке идеей по-прежнему будет относительный контраст денежно-кредитных политиков, в данном случае еврозоны и ФРС. И вот про этот контраст мы с вами будем говорить изо дня в день, ища дополнительные поводы, аргументы того, что ИЦБ будет смещаться в пользу больших экономических стимулов по действиям, а ФРС, напротив, будет радовать нас жестким подходом и повышениями процентных ставок. Поэтому европейскую валюту мы с вами и дальше продолжаем рассматривать с точки зрения аутсайдера и ждем, как и было обозначено раньше, паритетное значение. Фунт против американца находится сейчас на котировках 1.2279. Возможно, сегодня произойдет нечто чудесное, что позволит нам приблизиться к цели 1.21. Но, опять же, сейчас, опять же, строите какие-то иллюзии в плане того, что есть фундамент, нужно быстро сейчас его использовать, либо, напротив, фундамент, который позволяет косрочно подрасти по этой валютной паре. Я не буду состроить подобную идею, потому что не хочу, опять же, вводить вас в заблуждение. Мы с вами поставили цель 1.21 и, как и раньше, обозначили один единственный фундамент, который будет выступать мега-негативным фактором для британской валюты. Это инициирование 50-й статьи, которое было обещано премьер-министром Англии Терезе Мэй до марта 2017 года. Как только это произойдет, я уверен, давление будет катастрофическим на британца. И мы улетим не то, чтобы к отметке 1.21, как было обозначено не только мной, а многими инвестиционными банками, можно сказать, даже я присоединился к позиции инвестиционных банков, сможем наблюдать до первого, скажем, полугодия, до конца первого полугодия 2017 года отметку даже 1.15 по паре фунта доллара. Американский фондовый индекс после минимумов, которые были показаны некоторое время назад, снова восстанавливается. Котировки сейчас по S&P у нас 2.251. Дальше будем расти. Повторяться не буду. Я думаю, что те, кто торгует американской фондовой секцией, знают то, что сейчас рынок готов раздавать невероятные возможности по извлечению профита. И все благодаря Трампу и тем реформам, которые он анонсирует. Надеюсь, что вы в длинных сделках и не мудрите в плане того, что американский фондовый рынок настолько перекуплен, что вот-вот мы увидим коллекцию процентов на 20. Золото также воспользовалось слабостью американца и, соответственно, попробовало вернуть часть утраченных позиций. Ну и в целом неплохо, скажем так, попробовало, потому что мы видели котировки 1130 за тройскую фонд, сейчас 1160. То есть до нашей с вами цели 1100 придется, конечно же, потерпеть. Но уверен, будем там, поскольку стоит только доллару снова нащупать базис для своего роста, стоит только американским долговым бумагам и трежерис улететь основа к максимуму за последние 2,5-3 года. Как все это логичным образом будет отыграно и через слабость исковых инструментов и таких представителей драк рынка, как, собственно, золото. По другим валютным парам, пожалуй, не будем останавливаться. Ну, разве что доллар канадец. Здесь сейчас добавляю, скажем, к арсеналу наших аргументов того, почему пара будет расти, еще и спред доходности между этими облигациями. Обычно мы с вами делали ставку на расхождение показателей по доходу в бумагах еврозоны и США. Сейчас на контрасте также еще предлагают взглянуть и на канадские бумаги, потому что на текущий момент спред доходности по двухлеткам Канада и США находятся на отметке 43 базисных пункта. Это максимальное значение, по-моему, с первых чисел января этого года. Конечно же, в связи с этим привлекательность канадца даже из этого будет снижаться. А если мы с вами получим сигнал от коррекции нефти, очень быстро улетим в район 1.36, как и было обозначено ранее. Но пока, я думаю, что пара может еще немножко скорректироваться. То есть, давайте дождемся следующей недели и перед Non-Farm Fails, перед кучей макроэкономических отчетов по США примем решение. Стоит ли сейчас уже разворачиваться по USD и иены снова без обозначения возможности для коррекции вниз, то есть покупать до планки 120 и, собственно, стоит ли этот потенциал роста доллара использовать против прочих инструментов, в том числе и канадца. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как и днем ранее, как и в начале недели, выделить нечего, поскольку рынок, в принципе, уже статистика не интересует. Рынок, как таковой, уже в спящем режиме. То, что, возможно, волатильность, но это, опять же, кулуарные игры отдельных игроков. Поэтому, будем надеяться, что эти кулуарные игры позволят нам еще приблизиться по тому же самому фунту к цели 1.21, по USD иены еще скорректироваться до отметки 116, после чего будем рассматривать возможности для покупки. Ну и ставим на то, что американский фондовый рынок сможет забраться повыше. Сегодня отмечу то, что торговая сессия будет короткой, а в понедельник, в принципе, всех отдыхают. Поэтому к рынку, к оценке ситуации, к прогнозированию того, что может случиться мы с вами с, я надеюсь, бодрым настроением, с полными силами вернемся уже ближе к середине следующей недели. Остается только пожелать вам замечательных выходных, с Новым годом, попутного тренда, исключительно прибыльных сделок и постоянного контроля риска менеджмента, который должен быть у вас уже в крови. Большое всем спасибо за внимание. С наступающим еще раз. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...